Итоги года Простого обывателя Непредвзятые аналитики из народа Пытались понять, удалось ли набрать региону Скорость развития в политике, экономике, культуре и спорте Мы следим, не отрываясь за главными событиями Которые происходят в городе и регионе Это итоговая программа Саратовская неделя И я, Юлия Конькова Здравствуйте И смотрите прямо сейчас Гараж, как политическая площадка Взлеты и падения саратовской политики и экономики уходящего года Проанализировал человек из народа Из князей в грязь Как в течение всего года Политические звезды с ней сходили до уголовных скандалов И ставили рекорды по количеству преступлений Навели лоск на культуру В Саратове отремел культурный год А удалось ли восстановить утраченное Впервые отремонтировали мост Саратов-Энгельс Открыли пять крупнейших промышленных заводов Совершили финансовый прорыв Выводя регионы с долговой ямы Мы начинаем подводить итоги уходящего года Чтобы соединить воедино и проанализировать яркие политические и экономические события Которые произошли в Саратовской области Мы решили отказаться от услуг профессиональных аналитиков И обратились за помощью к стороннему наблюдателю Амар Татонов, активный пенсионер За плечами детства в Северной Осетии Юность на военно-морском флоте И зрелость на промышленных предприятиях Саратовской области Он следит за всем, что происходит в политике и экономике И специально для нашей съемочной группы Непредвзято оценил происходившее в этом году И рассказал о своей личной жизни А мы сравнили ее с глобальными событиями Сынок, как там? О, эти слова, когда говоришь, прямо радуюсь Не видел сына пять лет Одну из внучек ни разу Расстояние – главный барьер семейного контакта Поэтому Владивосток на связи у Амара Татонова Только по телефону Это как раз моя внучка звонит Да, Наташа? Не считают расстояние федеральные чиновники Особенно, когда решают стратегические задачи Столичные министры в этом году зачастили в Саратовскую область И пусть визиты были не такими душевными, как если бы отец приехал к сыну Но важными Запускали объекты, которые дадут толчок промышленности и транспортным сообщениям Сдается завод, который является прямым откликом на решение проблемы импортозамещения Министр сельского хозяйства России Николай Федоров Открыл в этом году в Балаково маслоэкстракционный завод А министр транспорта Максим Соколов Осмотрел строительство моста через судоходный канал Нас было трое в группе ребят, в целом девчата Если с сыном и внучками нет возможности встречаться Одногруппников видит каждый год Выпускники Энгельского химико-механического техникума С 68-го года не изменяют традиции Как встретимся, так прям обнимаемся Приятно все же, столько лет прошло Все стабильно, работала ночь Саратовский губернатор тоже регулярно встречается с президентом России В этом году Валерий Радаев привез в Кремль целый фотоотчет о достижениях области Предваряя все вопросы президента Он первым начал свой доклад о положении дел в регионе Пять новых заводов, которые нам удалось ввести в этом году Один в конце 2013-го, четыре в этом Что нам это дает? Это, прежде всего, высокотехнологичное производство Современное производство Это высокоэффективные рабочие места Что коротко в сельском хозяйстве Хотел бы сказать, погоду сработали неплохо Валовый сбор составил 3 миллиона 800 тысяч тонн Это первый результат в Привожском округе Чем больше встречается, допустим, с высшими рангами Тем больше ответственности Потому что должен президент знать В какой области что творится Какие нужды Ну а как же иначе? Откуда знает президент? Не может он знать, что творится в Саратовской области Больше всего пенсионера трогает проблема Обездвиженной промышленности в регионе Это территория бывшего химического волокна Сейчас абсолютно оборудования, ничего нету Все сдано в металлом С горечью показывает распроданные гигантские площади родного завода Будто и не было химволокна 12 тысяч бывших сотрудников осиротели Разрушается быстро, строится очень медленно Неактивное возрождение местной промышленности Пенсионер связывает с неактивной работой зампредов губернатора Этот год особенно показательный Радаев работает, хорошо работает По сравнению с предыдущим главой нашей области Он гораздо лучше работает Но его помощники, на мой взгляд, абсолютно никудышные Потому что каждый в своей сфере должен отдавать все, как положено В своем обращении в этом году глава региона указал на серьезное недовыполнение плана Оборонных заказов, инвестиций Ответственному за развитие промышленности в регионе заместителю председателя правительства Павел Большеданов критику не воспринял А с точки зрения того, что вот кто-то тут прохлаждается, конечно, нет этого Я не знаю ни одного чиновника в нынешнем правительстве, которые спустя там рукава или спустя там как-то в прохладце могут позволить себе трудиться Результат такого труда, озвучил губернатор Инвестор не только игнорировал регион, так еще и уходил в другие субъекты России Еще одно слабое звено этого года в кураторстве социальной сферы Среди самых громких антизаслуг зампреда Михаила Горемыка Массовый отток из региона именитых спортсменов Бюрократические припоны в расселении и трудоустройстве беженцев Вот это мой гараж Еще не опробовал один из самых главных губернаторских проектов этого года Отремонтированный мост Саратов-Энгельс Потому что машину пенсионер по осени ставит в гараж Новый мост хвалят очень так, что я буду с большим удовольствием Ну вот с апреля месяца я начинаю, так что обязательно Мост впервые за всю историю сооружения закрывали в этом году на несколько месяцев И все ради того, чтобы полностью обновить дорожное полотно Переправу между двумя городами с тремя полосами движения открыли под залпы салюта и гром фанфар Мы решились на непростой и крайне резонансный шаг Начать этот ремонт, потому что не имели права рисковать жизнью наших земляков Теперь Амар Бикирович будет без пробок добираться из Энгельса в Саратов Чтобы навестить родных на кладбище Ходи в магазин, купи молочка, сметанки, конфеточек Новому году Пенсионеры уверяют, живут в достатке Помимо пенсии, рыбалка, металлолом Амар Татонов не сидит на месте И всегда получается отложить На всякий случай В долг хоть раз брали? Никогда Мы не любим долгов Долги брать, а потом отдавать Мы так неприученные По другому финансовому пути пошел Павел Ипатов Подписав регион на долговое бремя Экс-губернатор брал кредиты в коммерческих банках И накопил займов на десятки миллиардов Исправить стратегическую ошибку предыдущего главы региона взялся Валерий Радаев Решил перевести область с коммерческих кредитов на бюджетные С этой целью не один раз ездил в Москву Вел переговоры со столичными властями И совершил в этом году финансовый прорыв На перекредитование региону федеральный центр выделил более 7 миллиардов рублей Скоро Амар отметит 80-летний юбилей Считает, праве дать совет еще молодому законодательному органу региона Региональному парламенту в этом году исполнилось 20 Пенсионер слышал, что за это время парламентарии приняли более 2000 законопроектов Не углубляясь в юридические тонкости Полагает, что на третьем десятке депутатам необходимо рассматривать больше так называемых народных законопроектов Для таких, как Амар, количество принятых документов не важно Пока в магазинах растут цены, а в дома продолжают поступать двойные платежки Пожелаю им, чтобы в новом году они к нам лицом повернулись Вот это им удача в этом деле Юлия Конькова, Антон Романов, ТВ-центр, Саратов Сверхов власти на криминальное дно В этом году саратовская общественность следила и за событиями, которые происходили в залах суда В самых громких процессах были замешаны видные политики Их обвиняли во взятках, мошенничестве, убийстве А один из них умудрился поставить своеобразный рекорд по количеству уголовных дел Удивительно, но почти всех подсудимых объединило в итоге не только звездное политическое прошлое С самого начала уголовных преследований у подозреваемых резко пошатнулось здоровье Жанна Марченко восстановила хронику скандальных судебных процессов Давайте больше, маленький зал приготовили Журналисты пытаются прорваться в эпицентр событий Переживая, что кому-то вообще не хватит места в зале С потоком людей едва справляются сотрудники безопасности Ведь это финал самого громкого дела последних лет Решается судьба Михаила Лысенко Развязки этой криминальной истории ждали почти 4 года Сначала шло длинное следствие Правоохранители собирали доказательства сразу по 7 преступлениям В которых обвиняли экс-чиновника Среди них особо тяжкие взятка, хранение оружия, похищение человека, убийство По версии следствия, Михаил Лысенко переступил закон еще в начале 90-х И продолжил, уже будучи главой Ангельского района В общей сложности ему грозило наказание вплоть до пожизненного заключения Окончательный вердикт вынесла коллегия присяжных В эти дни в суде было особенно жарко Мы с журналистами чуть здесь не ночевали Мы уже до 9 часов вечера, если мне не изменяет память, находились в помещении суда В итоге суд присяжных признал Лысенко виновным в вымогательстве взятки К чиновнику назначили 7,5 лет колонии строгого режима Примерно столько же может получить и другой, не менее известный в политических кругах чиновник Для того, чтобы сделать хорошую бочку, представьте себе дерево Таким он любил появляться на публике Депутат Василий Синичкин Он давал мастер-классы по изготовлению бочек в исправительной колонии Устраивал туристические слеты для сельских школьников За безупречную работу ему даже доверили руководить целым районом, в Саратовске И тут его карьера дала трещину Синичкина обвинили в получении взятки в 300 тысяч рублей С тех пор областные СМИ едва успевают улавливать новые подробности уголовного дела Синичкин то в следственном изоляторе, то под домашним арестом То признает свою вину, то пытается оправдаться Апогеем же стало последнее заявление к чиновнику Он потребовал признать себя ветераном боевых действий И даже представил суду соответствующее удостоверение После подал прошение об амнистии Я надеюсь на правосудие, на справедливость больше не на что Но чудо пока не случилось Подлинность удостоверения Синичкина поставили под сомнение сотрудники прокуратуры Сейчас проводят экспертизу Итоги проверки обещают озвучить в конце января Так, все, пошли До сих пор не может решиться и судьба другого экс-чиновника Александру Суркову Бывшего председателя комитета капитального строительства области Тоже обвиняют в получении взятки По версии следствия, крупную сумму он принял от подрядчика Который занимался строительством новой набережной Взамен дал гарантию на дальнейшее сотрудничество Однако сторона защиты уверенно настаивает на другой версии Это была не взятка Деньги подрядчик возвращал комитету за невыполненные работы По укреплению одной из стен объекта А недавно в деле Суркова случился новый поворот Адвокаты заявили, что судья довела их подзащитного до больничной койки Ведь из-за сложной травмы врачи запрещали ему посещать заседание Однако рекомендации медиков служители Фениды проигнорировали Не было по каким-то причинам принятого внимания заключение лечащего врача А суд основывался только на тех мнениях врачей скорой помощи Сейчас процесс по делу Суркова приостановлен Ему сделали сложную операцию по удалению тазобедренного сустава Состояние здоровья должна оценить специальная экспертиза А вот как себя чувствует другой травмированный подсудимый Алексей Прокопенко для общественности пока загадка Последний раз бывший сити-менеджер позировал перед прессой сразу после вынесения приговора За подписание разрешения на строительство многоэтажек в районе аэропорта Прокопенко получил 200 часов обязательных работ Буду заниматься своим привычным делом убирать город Я рос пионером-комсомольцем, поэтому для меня любой труд почетен Однако энтузиазма жители так и не увидели Прокопенко скрылся от глаз общественности И виной тому уже другая скандальная история Он может быть причастен к громкому делу Хищению более 500 миллионов рублей в узкой ТГК Бывшего сити-менеджера объявили в федеральный розыск Его местоположение неизвестно Адвокаты утверждают, что тоже не знают, где их подзащитный Где Алексей Николаевич? Те оперативные сотрудники, которые вы ищут Наверное, располагают какой-то информацией по этому поводу Уместнее задать им такой вопрос В доме подозреваемого уже провели несколько обысков Изъяли компьютер, электронные носители и некоторые документы А также нашли у Алексея Прокопенко дом в Майами Квартиру в Будапеште и коттедж в поселке Сосинки Волжского района Но самого их чиновника найти пока не могут Как определить его статус по новому уголовному делу Ясно одно, в его профессиональной карьере Это будет уже 11-й судебный процесс Жанна Марченко, Александр Бачков, Роман Шельдяев Олег Бирюков, ТВ-центр, Саратов Сразу после рекламы вы узнаете, как пытались навести лоск на саратовскую культуру И почему местный спорт не для звезд Не переключайтесь Можно не видеть и не слышать Но жить Можно бояться неизвестности Но двигаться вперед Можно быть одним из миллиона Но среди друзей Мы должны знать, кому нужна наша помощь Помощь проще, чем кажется Позвони в фонд поддержки слепоглухих Мне никогда не бывает скучно Вот мои друзья вечерями сидят за компьютером И скучают А я иду гулять Если честно, мир вокруг нас шире, чем 4 стены в комнате Люди сами себя ограничивают Пока одни только говорят, что с понедельника начнут вести здоровый образ жизни Заниматься спортом и в конце концов ходить на учебу Я просто беру и делаю это Всегда говорил себе Буду ходить пешком Но все как-то не удавалось А пару лет назад взял и пошел Честно, это приносит мне такое удовольствие Я не понимаю, что хорошего сидеть на лавочке или у телевизора Да, устали, ноги болят Но это не повод расслабляться Шаг за шагом, как в детстве И только вперед Теперь и здоровье лучше, и настроение отлично Начать вести здоровый образ жизни никогда не поздно Нужно просто сделать это Я получил путевку Молодец, сынок Только не пропускай буквы Чтобы твой дядя правильно тебя понимал Мам, а дядя Миша всегда не мог мне дети слушать? Да, малыш С самого детства А если бы нас не было Кто бы помогал дяде Мишу? Помочь проще, чем кажется Позвони в фонд поддержки Слепоглухих В Саратовской области ведется активная работа По обеспечению малышей местами в детских садах В 2014 году было введено 37 объектов дошкольного образования Дополнительно созданы более 3000 мест В результате очередь в детские сады практически ушла в прошлое Мы не ожидали, что очередь будет так близко Нам еще год По итогам 2014 года очередь в детские сады не будет в 38 из 42 районов Саратовской области А к 2016 году очереди в детские дошкольные учреждения будут ликвидированы Можно не видеть и не слышать Но жить Можно бояться неизвестности Но двигаться вперед Можно быть одним из миллиона Но среди друзей Мы должны знать, кому нужна наша помощь Позвони в фонд поддержки Слепоглухих Продолжаем выпуск Неважно, сколько вы сделали Главное суметь убедить людей, что вы сделали много Слова английского писателя Артура Конан-Дойла Точно отражают ситуацию, которая сложилась в саратовской культуре Год культуры прогремел огромным количеством пафосных мероприятий Нетрадиционные выставки в музеях Театральный фестиваль Янковского Кинофестиваль «Саратовские страдания» Открытие филармонии Поклонников арт-событий смогли убедить Культурный марафон состоялся Но помогли ли долгожданные события действительно возродить культуру Которая традиционно в отстающих из-за финансирования Вероника Арапова рассмотрела ситуацию и со стороны фасада, и за кулисьей В лучах софитов под прицелами фото и видеокамер Самое яркое культурное событие года 5,5 тысяч квадратных метров Более 800 посадочных мест Открывают филармонию с федеральным размахом Мне кажется, что культура это вообще такая особость Это бренд саратовской земли Открытие филармонии после реконструкции Достаточно дорогостоящего мероприятия Проводившегося при поддержке федерального бюджета Сейчас год культуры Нам очень приятно Правда, реконструировали здание без малого 8 лет Несколько раз работы замораживали Не хватало финансирования Теперь на сцене выступают мировые звезды С этого открытия большинство театралов И начали отчет масштабного арт-марафона Ослепительная культурная вспышка За ней длинным шлейфом потянулись фестивали В этом году искушенного зрителя Удивляли двухнедельным Всероссийским фестивалем Олега Янковского На сцене драмы выступали артисты Легендарного МХАТа Мастерской Петра Фоменко И Иерусалимского театра «Микро» Жители города впечатлялись премьерами в оперном Наблюдая за звездами мирового балета Страдали на масштабных кинофестивалях В Саратов приезжали именитые режиссеры Видные деятели Учреждения культуры как могли Популяризировали искусство Театры и музеи распахивали двери даже ночью Чтобы захватить зрителя Превращали улицы в заграничные кварталы За всем этим новаторским блеском Вроде бы не померкло и культурное наследие В год, который должен был стать знаковым Для тех, кто сейчас его создает Региональные театры получили финансовую помощь В виде грантов А сотрудники, хотя и незначительную Но прибавку к зарплате Вроде небольшие деньги, но для нас это важно 11 миллионов грант на постановки Безусловно 18 миллионов Грант на материально-техническое оснащение Наших учреждений культуры Надеялся, что в год культуры Достаточно повысится зарплата актерам Которые получают сейчас жалкие гроши Мало того, что по остаточному принципу Культура, так сказать, финансируется Еще из-за этого остаточного принципа Так сказать, ухитряются секвестировать Художественный руководитель театра юного зрителя Юрий Ашеров отмечает Для него этот год стал знаковым Но вовсе не из-за общероссийских событий Самым, конечно, значимым в этот год культуры Событием было столетие Юрия Петровича Киселева Этим именем и памятью о нем Благодарностью ему был освещен В общем-то весь этот год Сейчас все планы реализуют на новой сцене В комфорте и просторе Казалось бы, что еще нужно для успешной работы Это была, конечно, боль Несравнимая ни с чем Пожарища, этот ужас Который мы пережили 2 октября Это дом, это очаг Камерный, теплый, уютный В нем помимо того, что мы сегодня творим Вот витают эти духи Символично, но здание старого Тюза Стало следующим объектом после филармонии Который в этом году начали реконструировать Его должны отдать обратно в ведение театра Правда, сами сотрудники опасаются, что этого может и не произойти А вот еще один архитектурный памятник Дом офицеров теперь стал домом для работников искусств Здание даже подготовили к приезду новых хозяев В этом году ему придали такой симпатичный, очень внешний вид Его подремонтировали, конечно, заиграл совсем новым светом А внутри, где течет крыша Там крыша вообще ходит ходуном Идет спектакль, и на голову зрителя начинает капать И я посылаю артистов, которые свободны, на чердак, чтобы они таскали ведра с водой Говорит, изнутри проблемы легче разглядеть Иллюзионист Сергей Щукин знает в буквальном смысле каждую трещинку дома офицеров Теперь это воспоминания Четыре месяца назад переехали в новый дом Но справлять новоселье и открывать театральный сезон не торопились Когда мы сюда въехали, это здание было, по сути дела, разорено Поскольку это все снимали, то разрушили стены, потолки и так далее Нам пришлось это все восстановить Премьерой на новом месте стало новогоднее представление Программа стартовала только на этой неделе Все это время делали ремонт, причем преимущественно своими руками Муниципальному театру с грантами и финансированием не повезло даже в год культуры Здесь ничего нет, полная разруха Но вы хоть чем-то помогите, дайте нам какие-то деньги, чтобы кресло купить Мы же все собирали вот как с мусорки, понимаете, с мусорки красили, делали На контрасте в последние дни года состоялось еще одно открытие Настоящий прорыв в музейном деле В буквальном смысле звучащая выставка в память о композиторе с мировым именем и энгельским происхождением Экспозиция, посвященная жизни и творчеству Альфреда Шнитке Которую собрали из коллекции ведущих музеев страны Здесь и аудиогиды, и электронные каталоги А каждый экспонат оснащен QR-кодом Еще одно саратовское событие всероссийского уровня Саратов посещали видные деятели, музыкальные культуры, художники Несколько мероприятий, которые были очень звучные, из которых я порадовался Конечно, это открытие в этом году после длительной реставрации саратской филармонии Проект замечательный, который, конечно, войдет в историю Финальный аккорд Года культуры действительно не может не запомниться поклонникам искусства И эта выставка уже через месяц отправится в Москву, а затем в Гамбург И обратно уже никогда не вернется А те, кто не собирается покорять европейские подмостки и прочно обосновался в Саратове Уже не грезят о мировой славе Скорее об элементарной помощи уже в следующем году Вероника Рапова, Роман Шельдяев, ТВ-центр, Саратов Если театральных и музыкальных звезд в течение всего года старались заманить в Саратов То спортивных бездумно упускали Счет потерь наших чемпионов шел на десятки Уезжали из региона, снижая тем самым спортивный рейтинг области Позитивным противовесом таких падений стали масштабные спортивные мероприятия Олимпийский огонь, Лыжня России, открытие крупнейших стадионов И еще массовая пропаганда среди жителей области норм ГТО По самым ярким спортивным дистанциям этого года, с которых, к сожалению, сошли многие чемпионы Вместе с нашей съемочной группой пробежалась мастер спорта по легкой атлетике Заслуженный работник физической культуры России Тамара Тупикова Вот я в спортивной ходьбе, выигрываю соревнования в туре, студенческие Посвятила спорту жизнь Листая старые фото, Тамара Тупикова вспоминает, как она, ученица восьмого класса, получила свою первую медаль Это вот такая лента, с которой мне часто приходится, так сказать, на каких-то мероприятиях Богатство, добытое потом и кровью За свою профессиональную деятельность спортсменка завоевала звание мастера спорта И заслуженного работника физической культуры страны Участвовала почти во всех соревнованиях Видите, да? ГТО, вот они, раз, два, три В советское время физкультурой занимались все От школьников до пенсионеров ГТО, три звездные буквы Эта программа имела свой успех и популярность Людей привлекала разнообразие нормативов и доступность тренировок Знаете, в ГТО там раньше это было бег 100 метров, плавание, метание гранаты, бег 1000 метров и стрельба В этом году Саратовская область стала одной из первых, где возобновили давно забытую программу Правда, в новом формате Метание гранаты и стрельба остались в прошлом В будущее продвигают прыжки в длину, бег, отжимания и подтягивания То, что всем под силу Элементарные упражнения, с которых начинала спортивная карьера каждого олимпийца Ну вот, можете померить перчаточки Какие теплые перчатки Ага, они, самое главное, красивые Красивые, да Шапочку я тоже хочу, я еще надела Ценный костюм хранит как память О том, как сама несла факел с олимпийским огнем День был ужасный С утра до двух часов почти постоянно лил дождь Иногда даже снежок такой был Погода была отвратительная Но вот представляете, мой этап в 2 часа 15 минут Без 15.2 все прекратилось Солнце великолепное было Саратов прославился самым длинным маршрутом эстафета огня в России 250 факелоносцев разделили между собой дистанцию длиной в 50 километров Думаю, что мы справились с этим великолепно Принимали участие наши олимпийцы Шаров, Сисикин Я знаю Захаров Последний сошел с саратовской дистанции Олимпийский чемпион Илья Захаров покинул регион Живет и тренируется в Пенде За нее теперь и выступает Там условия лучше А на родине он как рыба На песке Тренироваться негде Вслед за ним перспективной волной унесло пловцов Степана Сурова и Ивана Кузьменко Спортсмены, когда для них представляют хорошие условия Они никогда никуда не уедут Потери пугают Удержать решили дворцом водных видов спорта Только он появится в городе через несколько лет Потому что строят с нуля То, что реконструируют, открывают быстрее Ледовый дворец Кристалл обновили до неузнаваемости В этом году в спортивной арене подарили вторую жизнь Более насыщенную Помимо трибун, душевых, раздевалок и прочей инфраструктуры Преобразили и само игровое поле Теперь это трансформер За несколько часов лед может стать паркетом Самое главное то, что хорошо его сделали профессиональным Теперь там можно проводить большой теннис Там можно проводить настольный теннис Несколько столов ставить Правда, пока в этом нет необходимости Саратовский теннисный спорт успел лишиться сразу нескольких звездных ракеток Анастасия Потапова уехала в Подмосковье Екатерина Яшина выбрала Казань Анастасия Гасанова и София Эстерман живут и тренируются на Черноморском побережье Не дождались лучших спортивных условий Отскочили, как мяч при плохой подаче Газон европейского уровня Идеальная футбольная площадка Появилась в этом году на стадионе Сокол Дает надежду тренерам детских и юношеских команд Вырастить достойных игроков Которые потом, подзрослев, не покинут Саратовский Сокол Как это сделали несколько лет назад футболисты Александр Сапета и Владислав Тюрин Молодых сейчас стараются воспитать патриотически Пусть и с опозданием, но создавая необходимые условия Быть может, они смогут прославить саратовский спорт Как это сделали те, кого сейчас называют ветеранами Я счастлива, в Саратове я счастлива Меня приглашали в Ленинград, приглашали Меня даже за границу, в Югославию приглашали, в Австрию Но не зная языка, так как я знаю в России свой любимый язык Я думаю, правильная пословица Где родился, там пригодился, да Юлия Огренич, Дмитрий Соколов, ТВ-центр, Саратов Такой был этот год в репортажах корреспондентов телекомпании ТВ-центр Увидимся после новогодних праздников Можно не видеть и не слышать Но жить Можно бояться неизвестности Но двигаться вперед Можно быть одним из миллиона Но среди друзей Мы должны знать, кому нужна наша помощь Помочь проще, чем кажется Позвони в фонд поддержки слепоглухих Мне никогда не бывает скучно Вот мои друзья вечерами сидят за компьютером И скучают А я иду гулять Если честно, мир вокруг нас шире, чем 4 стены в комнате Люди сами себя ограничивают Пока одни только говорят, что с понедельника начнут вести здоровый образ жизни Заниматься спортом и в конце концов ходить на учебу Я просто беру и делаю это Всегда говорил себе Буду ходить пешком Но все как-то не удавалось А пару лет назад взял и пошел Честно, это приносит мне такое удовольствие Я не понимаю, что хорошего сидеть на лавочке или у телевизора Да, устали, ноги болят Но это не повод расслабляться Шаг за шагом, как в детстве И только вперед Теперь и здоровье лучше, и настроение отлично Начать вести здоровый образ жизни никогда не поздно Нужно просто сделать это Я получил петелку Молодец, сынок Только не пропускай буквы Чтобы твой дядя правильно тебя понимал Мам, а дядя Миша всегда не мог ее дети слышать? Да, малыш С самого детства А если бы нас не было, кто бы помогал дядю Мишу? Помочь проще, чем кажется Позвони в фонд поддержки слепоглухих В Саратовской области ведется активная работа по обеспечению малышей местами в детских садах В 2014 году было введено 37 объектов дошкольного образования Дополнительно созданы более 3000 мест В результате очередь в детские сады практически ушла в прошлое Не ожидали, что очередь будет так близко нам еще год По итогам 2014 года очередь в детские сады не будет в 38 из 42 районов Саратовской области А к 2016 году очереди в детские дошкольные учреждения будут ликвидированы Можно не видеть и не слышать Но жить Можно бояться неизвестности Но двигаться вперед Можно быть одним из миллиона Но среди друзей Мы должны знать, кому нужна наша помощь Позвони в фонд поддержки слепоглухих Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok